Кто это женщина в красной юбке и в зеленой кофте или наоборот в зеленой юбке в красной кофте скажут эта женщина похоронила мужа и на имя свое не откликается и говорит что умерла ксения григорьевна а андрей федор и джив откликалась только на имя своего покойного супруга ну и что мало ли женщин похоронили мужей много мало ли женщин потеряли разум от от горя много но здесь мы имеем уникальный случай рождения из боли святости как развязываются все беды житейские как вот переплетворяет переплавляется это руда в металл и скорбей рождается святость это очень большой пример потому что действительно от горя можно сойти с ума горе можно отчаяться от горя можно озлобиться и весь мир возненавидеть от горя можно просто тоже рядышком умереть значит и потери это такой спутник жизненный и в данном случае мы имеем такую вселенскую утеху ну что эта женщина таксения григорьевна она сумела через свой пример она ничем таком большом не думала даже наверно до сих спор удивляется каким это образом через ее личную беду через ее личные слезы и молитвы там получают утешение миллионы людей и ее пример превращается в пример для очень многих это никогда не было в ее планах она об этом не думала никто георгий великомученик когда был мальчиком маленьким он не думал что он за христа кровь прольет николай чудотворец когда был маленьким ребенком он не знал что он будет жить на небе и что его будут звать на помощь и в африке в антарктике значит и он везде успеет и везде всем поможет никто ничего такого не думал блаженная ксения тоже ничего не думала она просто имела беду имела боль и показал нам пример как можно боль превратить в святость и конечно мы за это ей чрезмерно благодарны опыт многих страдальцев показывает нам как тюрьма кует святых как лагеря делают из свиней людей даже не зря такой был вчера мы отпраздновали праздник новомучеников и исповедников русских был же такой буквально хрестоматийный случай про какой-то монастырь где расстреляли большевики всех монахов с месте монастырь был такой залетный такой там ели пили мало молились грешили с утра до вечера дурака валяли вообще был монастырь еще тот короче был и он был не один такой на руси большевик не зря пришел и они сумели сказать важные слова жили мы братья как свиньи а умрем как люди и пошли под пули из перекрестившись и получили каждый свою долю свинца и и спасли свою душу мы видим много таких странных примеров когда действительно когда лагеря святых куют расстрелы значит грешников святого превращают в данном случае мы имеем такой странный но очень достойный пример такой совершенно параллельный из параллельного мира о том как из боли рождается святость и поскольку страх потери угроза потери или реальные потери значит они всегда висят над человеком то нам конечно ксения будет нужна всегда всегда пока мы еще на земле живем будет очень нужна нам эта блаженная ксения а также и другие женщины которых было не так уж мало на нашей земле вы знаете что юродство юродство возникло на востоке там где спать на земле и жить на улице относительно не тяжело конечно и там бывает холодно и там бывают промерзает почва и там зимой там особо на земле не поспишь но это любом случае палестина это тебе не россия а юродство потом родилось на востоке а у на развилась уже сильно у нас а у нас извините босиком ходить круглый год как бы это тебе не 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 юрусалим это тебе не это самое не дамаск а потом кроме это у нас возникло еще множество женщин юродивых это вообще что такое запредельное потому что женщина не мощная и нужно больше чем мужчине теплая вода там это гигиена когда там перемена одежды там женщине больше надо а здесь не то что больше здесь общение элементарного нету здесь человек живет и по нем хлещет там как бы и холодный ветер и этим холодные дожди моросящие в петербурге которые занимают полгода и это все как бы совершенно невозможно представить себе как может женщина так жить и у нас на руси было много таких босоножек назывались так прям такая там там анна босоножка ольга на самом смоленском кладбище лежала до недавнего времени такая мария гатчинская преподобно мученица монахиня и там лежала еще такая анна ивановна такая столетиям позже жившая после ксении блаженной только ксения потеряла мужа и превратила свою боль в молитву а анна ивановна была отвергнута женихом и ей хватило тоже для того чтобы на всю жизнь от мира отвернуться и юродствовать потом всю жизнь она хорошо знала французский немецкий была очень образованная чуть не фрейлина была как ефросинья колюпановская император императорская потом юродствовала также ходила босая по городу и прорекала людям и так по кладбищам там они все по кладбищам бродили жили на кладбищах ночевали на улице это совершенно удивительно особенно удивительно для для современного человека который не знает как это можно прожить там три дня без душа там или два дня без душа без зубной щетки там без фена без без шампуня без там что-то там еще там без кита комфорта как бы это люди совершенно уникальные это люди это не ангелы это люди но они имели внутри такой пожар что на фоне этого сильно горящего пожара все остальное телесное превращалось что такое очень маленькое что знаете когда люди имеют боль внутри они пытаются заглушить ее наружной болью вот например во всех древних народах есть такой обычай там отрезать себе например мочку ухо или отрубать себе фалангу пальца если умирает кто-нибудь родной для того чтобы физической болью хоть немножко заглушить боль внутри больше боль внутри сильнее если внутри болит то можно себе и руку оттяпать и ногу и нос и уши как бы и глаз все выколоть можно что боль внутри она сильнее на фоне внутренней боли внешняя боль имеет относительную болезненность и вот эти люди как бы они имели такой пожар внутри что все внешнее было уже не нужно но у нас тоже такой пожар внутри бывает когда вот нас посещает настоящая каленое железо настоящий беды тогда мы тоже все это переживаем но наши боли к сожалению в святость или вообще не превращаются или превращаются очень частично иногда наши боли превращаются в ропот в ненависть в ожесточение в обиду в прекращение молитвы во все остальное поэтому очень важно всматриваться в образ блаженной ксении потому что в ней совершился очень правильный переход от страдания к святости и от боли к молитве и этом очень пригодится любому человеку я думаю что такая как она просто очень ярко засияла а такие есть еще и будут еще есть матери похоронивший детей и превратившие свою боль в молитву такие матери были и есть и будут есть жены схоронившие мужей по образу блаженной ксении и начавшие молиться за своих любимых мужей внезапно ушедших а потом раздувшие эту маленькую искру молитвы за одного человека до молитвы за других людей а потом еще за других людей а потом и за всех людей такие жены были есть и будут просто блаженная ксения одна и самая известная из таких пострадавших женщин которая сумела конвертировать боль в святость и потерю в молитву из практических занятий которые нам подобает брать из каждого святого я бы хотел предложить вам братья и сестры ходить на кладбище блаженная ксения провела свою жизнь после смерти мужа на кладбище это смоленское кладбище нас она на васильевском острове в петербурге по нему очень так сказать ну как сказать как правильно сказать чтобы было было не грешно и никому не обидно там там она располагает потому что там побродить особенно если иметь там список имен то там похоронен там интересно побродить как на любом кладбище старом кладбище заросшим там где уже деревья пробились сквозь памятники там где уже покосились кресты там где развалила трава гранитные обелиски значит там интересно походить и там жила много там лежало много святых кроме ксении тоже и она там жила на этом кладбище потом блока похоронили там советская власть повесила табличку что здесь похоронена няня александра сергеевича пушкина арина родионовна советские люди не знали что там лежит блаженная ксения ну или знали но знать не хотели они ну там арина родионовна там александр блок там шевченко лежал какое-то время пока его не достали не повезли его в канев сначала в киев том в канев но это все неважно блок шевченко арина родионова это конечно все такое там много интересных людей лежало это все можно прочесть по желанию и она ходила между могилами и молилась там за людей там из детские поля там где лежат маленькие ребята годик два там три детки такие с фотографиями там с именами с датами жизни ну в общем то как любое кладбище и вот я бы хотел бы чтобы мы находили время походить по кладбищу мне лично самому кажется что это самое интересное место в мире если честно вот случится например быть кому-нибудь в праге надо пойти на альшанское кладбище а если кому-то случится быть в париже ну при всем сумасшествии что сегодня есть может быть и уже не случится но если бы случилось там есть такое под парижем городок сэн-женевьев дюбуа и там есть кладбище русское то самое важное место для русского человека на во франции ну а в москве у нас есть даниловское кладбище донское кладбище новодевичьего монастыря кладбище огромные усыпальницы самых известных людей самых известных и простых тоже ну и здесь кругом мир вообще-то большое кладбище поэтому я мне бы конечно очень хотелось бы чтобы люди ну и в петербурге смоленское тоже там да и не только смоленское там есть литераторские мостки волковское кладбище там много чего есть кладбище это очень важное место люди лежащие на кладбище это такие же граждане наше отечество они такие же участники нашей истории потому что мы живем в домах которые построили они читаем книжки которые написали они живем свободной стране которые освободили они то есть эти люди которые в на кладбищах лежат они такие же участники нашей истории ничуть не меньше чем мы мы можем жить на земле и ничего хорошего не сделать они легли в землю но они оставили нам научные изобретения детскую литературу построенные здания отвоеванную землю они оставили нам все поэтому покойники они такие же живые участники нашей истории и самое интересное место нами в мире это кладбище вот если есть у вас возможность ну конечно вы наверняка ходите к своим родным на кладбище но вы посещая могилы своих родных на этом не останавливайтесь помолитесь у своих почистите значит место упокоения свежие цветы принесите там старые заберите свечку зажгите молитву почитайте и пойдите еще дальше направо налево в глубь и там походите почитайте имена эпитафии помолитесь богу там уберите может быть мусор с какой-то заброшенной совершенно могилы на которую давно никто не приходил видно уже может и нет никого но в общем это такое важное занятие потому что человек всегда приходит на кладбище один уходит другой и там на кладбище как мы видим блаженной ксении рождаются святые можете слезы 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 за мужа за мужа за мужа потом превратились в слезы 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 за всех за всех за всех и мы сегодня имеем такую большую помощницу когда женщина не может беременеть забеременеть просит и ксения просит бога и бог дает и женщина становится матерью или там не может выйти замуж человек или там девушка и уже все кругом по выходили одноклассницы она там все одна и одна и она там скорбит печалится просит ксению ксения просит бога и бог дает или там муж запил и жизнь превратилась в страдание и женщина плачет богу вернее ксении ксения просит бога бог дает исцеление короче ксения помогает всем помогает в житейских нуждах в том всем житейском счастье которого сама она была лишена совершенно удивительная глубина в этом человеке открывается для нашего умного взора и конечно очень радостно и благодарна господу иисусу христу что мы смогли в этот день ослужить божественную литургию помянуть всех кто собирается на кладбище смоленское сегодня там всегда много народу там записочками там своими там маловерные и наверное там всякие толкутся там не только православные люди там вообще все кто хочешь могут быть как у матроны он там какая-нибудь там женщина с киргизии какая-нибудь там уборщица здесь работает там бежит к матроне в обеденный перерыв там ни одной молитвы не знает но знаешь у матрона поможет также и ксении там идут кто хочешь с любыми просьбами там совершается множество всяких разных событий и мы помолились даже сегодня за всех усопших от века христианах которые лежат на кладбище смоленском ну что за них молилась блаженная ксения ну и мы надеемся что блаженная поможет нам в наших тяжелых разных ситуациях от которых никто не застрахован и что мы возьмем с нее пример и будем превращать нашу боль в молитву и нашу беду в святость в этом есть большой ответ на все наши вопросы на все вопросы на свобедного сердца да поможет всем нуждающимся это святая женщина а мы все дай бог сможем принять и понять и обработать и использовать то что мы получили вот получаем от нее и в виде вот этих всех вразумлений духовных от господа чтобы мы поняли все это и изменились все существует в мире да ты изменишься о душе это скоро запоется великом каноне аминь и богу слава спасибо за молитвы да хранит христос детей ваших мужей ваших